Приветствую всех поклонников авиации из Firefall Fire. В обновлении Ветер Перемен появился новый мираж, который отличается внешне от своих собратьев. К моему удивлению самолет сразу закинули на 11.3, и теперь он представляет самый топ. Я долго пытался понять, за что его туда отправили, ведь по совокупности характеристик и подвесного вооружения у него нет ничего такого выдающегося. Да, Мэйджик отличная ракета, но на Дэйве была ее вторая версия, а на релизе она внезапно куда-то пропала, точно так же, как и китайская ракета PL-8. Получается, боевой рейтинг истребителю дали только по причине новых ВВшек и просто не захотели его корректировать. Из нового вооружения остались две ракеты Матра Супер 530F. Это ракеты средней дальности. Специфичные и, я бы сказал, по большей части бесполезные. Порой при идеальных условиях они внезапно меняли курс, просто улетали на диполе и взорвались. Поэтому в большинстве случаев мы не успеваем их реализовать. А ближний воздушный бой с ними не пойдешь, это лишние полтонны веса. Была бы в War Thunder возможность сброса подвесов, тогда от проблемы можно было избавиться. А так их приходится либо вообще не брать, либо пытаться отстрелить по первому встречному. По УТХ новый мираж меня чем-то напомнил Ягуара. Начнем с того, что самолет не быстрый, динамика осталась на уровне третьего миража. И на взгляде заметно, как нас все обгоняют. Максимальная скорость упирается в 1350 км в час. По маневренности мираж едва что-то может сделать. Из-за дикой потери скорости при вираже и скромной динамики мы не можем завязаться с кем-то в дуэли. Особенно если мы еще не успели отстрелить 530-е. Отдельно хочется выделить неэффективные рули направления. Инструктор каждый раз дергает наш самолет, да так что выйти на прострел становится просто невозможно. Забудьте про стрельбу в скольжении, тут даже при обычном заходе можно промазать. Из плюсов радует, что в самолете имеется в наличии 120 ЛТЦ. По сравнению с предыдущим миражом ветки, контрамер стало в два раза больше. В основном все фраги я делал с Матромейдж. Жаль, что их нельзя подвесить раза четыре. Хотя, возможно это можно будет реализовать в конструкторе подвесов. Но когда это будет, пока неизвестно. В совместных боях мираж особо себя не проявляет. У него стандартный набор подвесов, неуправляемые бомбы и ракеты. Скорее всего улитка добавит другую модификацию самолета, где у нас будет расширенный выбор подвесов. Или они появятся позже, как отдельный модуль. Ну хорошо хотя бы, что у самолета есть баллистический вычислитель. Хотя, будем честны, с такими подвесами много не наштурмишь. Повезет, если при первом вылете у противника не будет ЗРК. Обычно я брал три потони и сбрасывал их у самой земли. Так меньше вероятность, что нас собьют зенитки. Мираж с такими подвесами становится еще тяжелее. И выходить из пикирования непросто. Особенно это становится заметно в симуляторных боях. Пока мы взлетим, пока разгонимся, пока найдем цель, пройдет немало времени. Также очень легко попасться на вихрь. Меня не раз сбивали на выходе после штурмовки. В противостоянии мое знакомство с мержом началось с того, что я на взлете решил попасть переключить АСУ. Как итог, разбился. Вот как работает АСУ на других реактивах. Вы выбираете, к примеру, демпфирование и управление становится не таким дерганым, но уменьшается в угол атаки. Как работает АСУ на мираже? Оно просто отрубает вам все оси и самолет летит строго по центру. Такое впечатление, что АСУ перепутали с управлением из РБ. Когда вы переходите из полного управления в прицеливание мышью, очень на это похоже. Но если отбросить эту проблему с АСУ, то мираж выглядит тяжелым и дерганым. В бою я даже не мог довернуть до 10-го. В маневрах быстро теряется скорость, и вы ничего не можете потом сделать. В 530-ми я сбил все лишь Харриера, и то потому, что он летел по прямой. Другим противникам стоило отбросить диполе или совершить какой-нибудь маневр, и все, они уже успешно уклонились от моей ракеты. Причем захват происходил лишь в 10 километров, и то не всегда. Приходилось сближаться с противником, что для нас не особо-то и выгодно. Обзор с кабины часто мешает нам следить за вражескими самолетами. Также я не понимаю, почему ему поставили ремонт в 26 тысяч. Чем мираж так эффективен, что его сравнили с фантомами и 23-м мигом? Я в первом же бою ушел в минус 70 тысяч. Хорошо, что хоть о десятых много. Есть на ком проверить ракеты и сделать фраги. Подводя итоги, я могу сказать, что сейчас мираж не тянет на топовый реактив Франции. Боевой рейтинг 11.3 для него слишком высокий. У самолета нет ничего, чтобы на равных бороться с топами. Ракеты 530F не такие дальнобойные и эффективные. Маневренность, она не позволяет нам воевать с 23-ми мигами, нам порой даже с фантомами очень сложно. По скорости, динамики, мы тоже проигрываем. Остается только мэджики и нормальное количество УТЦ, но ими не отобьешься. Так что ждем новых подвесов и исправлений по миражу. Возможно, он станет лучше. Исторически в 60-е во Франции существовало множество проектов, которые были нацелены на улучшение самолетов Мираж. В те годы особым спросом пользовались направления, связанные с вертикальным взлетом и изменяемой геометрией крыла. Прототипов было много, но требуется, что-то простое и надежное, чтобы в дальнейшем заменить Мираж 3. В ходе экспериментов в 1966 году в воздух поднялся Мираж 3 F2. Это был высокоплан со стреловидным крылом. Так появился Мираж F1. В серию самолет поступил спустя 3 года. Было несколько вариантов. F1A, к примеру, обладал радиодальномером вместо RLS и не мог использоваться в плохую погоду, а также у него отсутствовали ракеты с полуактивной радиолокационной ГСН. Последним в серии был Мираж F1SR. Бортовая аппаратура самолета стала практически полностью цифровой. Мираж активно поставивался на экспорт. Испания, Греция, Южная Африка, Ирак и многие другие страны использовали данный самолет. Мираж F1 принимал участие в войне в Персидском заливе и до середины восьмидесятых являлся основным истребителем ВВС Франции, пока их не стали заменять на Мираж 2000. Вот такая история. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии и заглядывайте в описании, там много что есть интересного. Ну а я вам, как обычно, желаю легких фрагов и чистого неба над головой.